Дим, нужен Xiaomi? Нет, спасибо. Дим, Xiaomi? Спасибо. Xiaomi? Нет. Поэтому в этом ролике мы ответим на основной вопрос. Как отключается телефон 10 от 10? Ты что, смотришь Вилсу? Хрен тебе, а не Xiaomi. Лучше пацанам сейчас расскажу про 5 новых версий Xiaomi Mi 8. Xiaomi удивляет. Накануне прошла презентация еще двух моделей топового семейства Mi 8. Теперь оно насчитывает уже целых 5 моделей. И ценники будут стартовать от 14 до 30 тысяч рублей. Как понять, какая именно модель устроит вас, чтобы не переплачивать? В этом ролике я вам все расскажу и объясню. Поехали! Большая семья Xiaomi Mi 8. На самом деле семейство Xiaomi Mi 8 нельзя считать целиком флагманским. В него входят и модели среднего уровня, известная нам Xiaomi Mi 8 SE, а также новинка Xiaomi Mi 8 Lite. К флагманским моделям относятся Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и ее новая версия Mi 8 Pro с дактилоскопическим сенсором под экраном. Логика распределения смартфонов с Xiaomi довольно простая. В учет берутся всего два фактора – процессор и цена. Говорить много об известных моделях семейства Xiaomi Mi 8 не вижу смысла, о них было сказано много. Я о них расскажу только в контексте отличий. Поэтому подробно остановлюсь на двух новинках последних дней. Xiaomi Mi 8 Lite. В Китае уже прозвались Xiaomi Mi 8 Lite молодежной версией. Смартфон получил процессор Snapdragon 660, как у Mi 6X и Mi A2. Это условно высший средний сегмент. Спереди смартфон выглядит как Redmi 6 Pro, но только чуть побольше. Такая же монобровь. А вот подбородок тут чуть поменьше, из-за чего Mi 8 Lite кажется опрятнее. Доступен цвет корпуса в стиле Huawei P20. Его Xiaomi называют «Мечта синего цвета», а также новые бомбезные цвета «Сумеречное золото» и «Черный космос». OLED тут и не пахнет. 6,26-дюймовый IPS-дисплей Full HD+. Сзади горизонтальная двойная камера. Первый модуль Sony IMX363 на 12 Мп с апертурой f на 1,9. Второй Samsung S5K5E8 на 5 Мп. Его нужно для создания эффекта размытия при съемке портретов. Для селфи есть фронталка на 24 Мп с апертурой f1,8. Можно делать селфи даже в темных условиях. Мини-джека, к сожалению, нет. Инфракрасного порта для управления телеком или кондером тоже нет. Зато есть USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 3350 мАч. В общем-то стандартно. Хватит на полноценный рабочий день. Продажу в Китае Mi 8 Lite поступит 25 сентября. У нас чуть позже, по цене от 14 тысяч рублей. Xiaomi Mi 8 Pro. Представив этот смартфон, Xiaomi немного всех обманула. Его уже показывали в мае. Он назывался Mi 8 Explorer Edition. Теперь его переименовали и модернизировали. На международном рынке он будет называться Mi 8 Pro. Будет только две версии 6.128 и 8.128 ГБ. Появились две новые расцветки. Сумеречное золото и черный космос. Остался и прозрачный вариант. Прозрачная крышка это фейк. Единственная по-настоящему рабочая плата тут только модуль NFC. Спереди это типичный Mi 8. Разница только в наличии сканера от печанков пальцев в дисплее. И он срабатывает лучше, чем аналоги у Meizu и Vivo. Жалко, только аккумулятор уменьшился до 3000 мАч. Это уже маловато на сегодняшний день. Зато есть полноценный аналог Apple Face ID. Xiaomi Mi 8 Pro поступил в продажу в Китае 21 сентября по цене от 33 тысяч рублей. Осталось дождаться продаж у нас. Как разобраться в пятерке моделей с Xiaomi Mi 8? Попробую на пальцах объяснить основные отличия. Mi 8 это основной флагман. У него процессор Snapdragon 845. Отличная камера, круче чем у iPhone X, что подтверждено рейтингом DXOMark. И прекрасная цена. 30 тысяч рублей. И скоро она начнет падать. Приближается полгода присутствия на рынке. Бежим в магазин. Xiaomi Mi 8 SE это субфлагман с процессором Qualcomm Snapdragon 710. Он внешне выглядит очень круто, особенно в черном цвете. Но у него нет NFC и международной прошивки, поскольку он рассчитан только на локальный китайский рынок. Mi 8 Lite пришел на замену Mi 6X. У него относительно всех остальных версий слабый чипсет Snapdragon 660 и другая камера. По сути, его семейство Mi 8 объединяет только цвет корпуса «Сумеречное золото». Mi 8 X Thor Edition это спецверсия восьмерки с прозрачной крышкой и полноценным Face ID, как у iPhone X. Возможно, эту спецверсию отправят на покой, так как выходит прошка. Mi 8 Pro это тот же Mi 8, но чуть более продвинутый и вообще весь такой из себя лакшери. Есть сканер отпечатков пальцев в экране, прозрачный корпус или крутой цвет «Сумеречное золото». Но батарея слабее, чем у Mi 8. Ну что, компания Xiaomi продолжает активно спамить моделями и становится все сложнее понять, какую же все-таки выбрать. Ну, а первых, Mi 8 SE, я думаю, точно не стоит пока покупать, нет глобальной прошивки. Что касается Mi 8 Lite, то его взять можно, но опять же, нужно понимать, что это по сути прямой конкурент Redmi. Есть такие модели, как Redmi Note 5, которые не сильно чем-то уступают, а стоят значительно дешевле. Если вы хотите топовую модель, конечно, берите Mi 8 Pro со сканером отпечатков пальцев. Но и здесь тоже возникают некоторые вопросы. Ведь если вы покупаете его из-за мощного железа, то есть смысл обратить внимание на более дешевые модели. Например, на такие, как Pocophone F1. Напишите в комментариях, какой смартфон выбрали бы вы. А сейчас пришло время объявить победителя конкурса на лучший интерактив. Дальнок, поздравляю, ты получаешь 1000 рублей. Напиши мне в личку ВКонтакте, и я выдам приз.